Ну что, привет, друзья! В момент, когда вы смотрите данный видеоролик, да, бета может уже потихоньку заканчиваться, но у меня сегодня вот 14 октября, 12.44, это значит, что до момента, когда откроют бету, как я понимаю, осталось где-то 7 часов. И это, пожалуй, последний эпизод. В этом году я, наверное, не буду делать отдельный ролик по поводу мысли бета, да, сделаем это в данном финальном эпизоде, и они добавили режим найти и уничтожить, кстати. Поскольку в предыдущем ролике я вам говорил о том, что вот режим резня очень сильно напоминает режим бомбу, и вот да, они его, соответственно, выкатили. Итак, сегодня я задолжал вам последнюю карту в бете МВ3, она называется Estate, это логово Владимира Макарова. Надеюсь, еще карт они добавлять не будут, потому что из 5 карт у меня где-то 20, на самом деле тут меньше, чем 20% шанс найти Estate, потому что по моим на данный момент вот поискам и проискам, это, наверное, самая непопулярная карта, которую выбирают игроки. Ну что, друзья, 3 ноября у нас стартует ранний доступ к кампании, как я говорил, будем проходить полностью, осталось где-то 3 недели, поэтому не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, и огромное спасибо за то, что вы посмотрели все эпизоды беты, если, конечно, это сделали. Ну и вот со второго раза я это дело уже нашел. Соответственно, будем проходить новую часть колды, как говорится, да, но, ребят, новинок много не бывает. Поэтому хочу порекомендовать вам сайт-спонсор данного видеоролика, где их можно без проблем приобрести, несмотря на ограничения на территории РФ. Рекомендую вашему вниманию интернет-магазин GreenCase, на котором вы можете приобрести любую новинку игровой индустрии по довольно приемлемой цене, и на абсолютно любую платформу и площадку, которой вашей душе угодно. Каталог здесь достаточно большой и обширный, найдется абсолютно все. Но если вас интересуют не только новинки игровой индустрии, то здесь же можно прикупить и какие-то классические проекты. Имеется даже специальный раздел с акциями и даже раздел до 199 рублей. В магазине работает постоянная поддержка, если вдруг у вас появятся какие-то вопросы перед покупкой. А также на сайте есть возможность выиграть случайный ключ в Стиме. Для этого нужно всего лишь выполнить несколько заданий, а раздача осуществляется каждые 24 часа, поэтому выиграть ключик может абсолютно каждый. Ниже цены на рынке вы просто не найдете. Всем хорошей игры! Ссылочка на магазин в описании. Логово Владимира Макарова. Это, кстати, очень даже хорошо, что так совпало, что и стоит. Наверное, моя самая нелюбимая карта в бете, все-таки даже фавелу поставлю повыше. Но она выпала последней как раз на финалочку. Возьмем сегодня один из заготовленных классов, попробуем, наверное, MCW, потому что мне этот автомат очень понравился. Это у нас ACR 6.8 из MV3. Но здесь он, естественно, имеет другое название. Карта будет немного прогружаться, поэтому не обращайте на это внимания, окей? Я забыл объяснить для ребят, которые, возможно, в мультиплеерах Call of Duty старых мало что понимают. Это, да, моя ошибка была. Каждая карта, которая была показана в этой бете, ну, кроме масштабки, естественно, да, это своего рода миссия из компании оригинальной MV2. Сегодня мы с вами катаем на карте Estate. Это миссия Неоконченные Дела, то есть логово господина Владимира Макарова. Если бы ремастер MV2 вышел... Извините, что как-то все еще подгружается, да? Если бы ремастер MV2 вышел вот на движке MV2023, хотя это MV19, да, по идее, вот так это дело бы выглядело. И учитывая, что нам уже разработчики, так скажем, микроспойлер сделали по поводу смерти капитана Прайса, да, который гуляет до сих пор по интернету, интересно, если это все будет происходить примерно в этой же локации. Если они ее вернут в компанию, да, это будет слишком жестко, это будет слишком жестким ударом для фанатов. Запрещенная карта Фавела, это у нас с вами миссия Охота была. Далее, что у нас еще было? Хайрайз. Вот, кстати, Хайрайз, а вообще-то, наверное, эта карта не из компаний. Она была уже сделана отдельно, да? Но там упоминаются ящики Криглера. Криглер это чувак, которого мы спасаем в миссии над облаками в Call of Duty 4. То есть теории... Ой, прости, пожалуйста. Может быть, да, с ней что-то и хотели сделать по итогу, но от этого дела отказались. Раст, это у нас финал, где мы кидаем ножик в Шепарда. Скидроу... Вот, кстати, наверное, все-таки Скидроу. Это карта, которая была сделана уже полностью для мультиплеера и не имела никаких референсов в этом плане. Давайте сразу тогда буду подводить итоги, да, какие-то по поводу беты. Что тут вообще? К ТТК я привык. Привык к каким... Кстати, да, подождите. ТТК попросили некоторые ребята пояснить. ТТК это Time to Kill. То есть получается время, за которое ты убиваешь чела. То есть урон... Ну, что-то типа урона в секунду, короче. То есть тут теперь за пять пуль постоянно игра пишет, что ты убиваешь кого-то, да? Но ощущается совершенно не так. То есть тут даже с пулемета надо всаживать полобоймы, чтобы убить хоть кого-то. И это, да, очень сильно и наглядно показано. Там прям все на это жалуются. Но я нашел, как плюс-минус это дело контрить. Нужен, короче, длинный ствол на пушку. И самое главное, вот что я не любил делать в Call of Duty, например, MV2, потому что там было в этом плане все одинаково. Нужно выбирать правильные пушки по те или иные карты. То есть, к примеру, вот на карте Estate. Не очень я ее люблю, да? Но, тем не менее, допустим, с ППшкой я бы уже бегать не стал на этой карте. Та самая лодка, кстати, помните? В неоконченных делах тут стоит. Да, вот в таком сарайчике. Вот, а здесь я беру, допустим, автомат. Можно снайперку, допустим, взять. На карте Rust, естественно, ППшки. Можно даже вот пистолеты взять. Эти парные ринетти или как их там. Только прокачать это еще дело нужно, дарова. Так что у меня и одни ассисты. Я, кстати, да, как и говорил, на Estate у меня счет будет, наверное, ужасный. Я сколько раз не попадался на этой карте. У меня все шло очень плохо. И я ее потом просто стал доджить. То есть все. Я уже полностью отказался на ней играть. Извините за дропшот. Я, кстати, вспомнил, да, какая-то штука называется, когда ложишься во время перестрелки. По идее, дропшот. Надеюсь, что я не ошибся. Хотя мне он, Саня, говорил, что дропшот это когда приседаешь именно. Так, по картам объяснил. По ТТК объяснил. В целом, что могу сказать. Я, наверное, 30-й левел буду добивать за оставшиеся пару дней беты. Может, какую-нибудь визиточку дадут по итогу. Я даже не знаю на этот счет ничего. В целом, старенькие карты из МВ-2 играются вполне неплохо. То есть я испытываю жесть, какую ностальгию. Понятное дело, я до сих пор буду бомбить, как все остальные, что это DLC-шечка стоит 70 бачей. Там, кстати, вроде файлы вскрыли у МВ-3. И там прям было написано в файлах, типа, что это продукт под названием DLC. Хотя, блин, это очевидно. Это уже полили столько раз, что не сосчитаешь. Вот, вы только что видели этот ТТК? Сколько раз я по нему попал с ACR-а, со стволом. И все равно чел не сдох. Но бывает. Стрелял, кстати, примерно в живот, в грудь. Но, в целом, здесь вернули очень много именно особенностей с МВ-19. То есть в плане мувмента, в плане поведения оружия. Вот. Мне такое нравится. То есть, когда я помню, вышло МВ-19, я мультиплеер играл, по-моему, два полных сезона. Для меня это было много. Плюс я выбил самый последний камуфляж в мультиплеере. То есть прокачал все пушки. И это было круто. Это тогда было в новинку, новый опыт, все дела. Было интересно. МВ-3, в принципе, она возвращает это все. И рад, что отказались от тягомотины, вот, которая была в МВ-2. Дальний выстрел. 47 метров. Отлично. В наземку, кстати, я не заходил. Это вот анти-бпла. Давайте его сбить попробуем. Зато анти-бпла сбивается буквально с шести попаданий где-то. Ну, плюс-минус, по крайней мере. Ну, короче, друзья мои, кто брать не хочет, всегда имеется МВ-19. Я, наверное, в нее буду отправлять, у кому были старые части. Потому что это не сильно похоже именно на МВ-2 22-го года. Блин, мы играли, кстати, командный бой. Это было очень быстро. Я даже, наверное, не успел все мысли, да, светить попод этого всего, потому что еще на геймплей надо было сосредоточить внимание. Но зато сделал финальное убийство. Оно, конечно, кринжовое и кривое, но нормально. Там зато вон пацаны лают как раз. Да, ствол стоит. Тактический приклад поставил. Модулей будет очень много. Естественно, последнее место, да. Но КД выше от дёрки на эстейте для меня это вообще, конечно, что-то с чем. Ладно, ну давайте, что ли, еще одну карту, да, сыграем. Почему бы и нет? Почему бы полноценно не попрощаться с бетой этой колдой? Получилось, кстати, очень символично, что я начал играть в бету на карте High Rise и на ней же я ее заканчиваю в режиме превосходства на данный момент. Здесь, кстати, очень сильно мне нравятся еще и вступления, которые идут. Вот, типа, видите? То есть, да, мы здесь проникаем... Ну, это, понятное дело, отсылка на NoRussian, условно скажем. Только... Нет, я все-таки оружие, наверное, поменяю. Давайте с конкурентом 9 побегаем. Названия пушек здесь, жесть, какие кринжовые. То есть, когда вот я транслировал игру вчера, с Аней сидел, мы просто угорали именно над названиями пушек здесь. Не знаю, почему они их такими сделали. Могли бы там какими-нибудь 2-3 буквы просто поменять местами постоянно и эти циферки добавить. Вот и было бы отлично. Ну, короче, ребята, что по поводу бетки? Я бы все-таки сказал вам, что подумайте. Если будете брать эту штуку, потому что на это самое главное нужно будет решиться. И проблема только в стоимости. Что еще по поводу беты? Потестировал большую часть оружий. В принципе, скажу, что ведет оно себя плюс-минус одинаково. Но вот у меня вопрос такой появился. Так как я в МВ-2 играл не так много. Но я помню, был такой интересный мем. Типа, если ты хочешь, чтобы оружие у тебя было хорошее по параметрам, не ставь на него абсолютно никакие модули. И удивительно, но я нашел всего лишь пару модулей за все время. Посмотрите на этот АТК. Типа я полмагаза в чела всадил. Короче, я нашел только... Нашел только... Где-то по 2-3 модуля на любое оружие, которое можно здесь поставить. И то 2, это, кстати, среднее еще значение. То есть, чтобы найти 3, это надо реально постараться. Короче, очень много модулей. Они прям руинят вашу пушку здесь. Тут надо... Вроде с одной стороны брать повышенную дальность, полет пули, да? Или как там? Начальная скорость пули это называется. А хрен! Хрен! Потому что поставишь ты, допустим, какой-нибудь приклад или, я не знаю, рукояточку захочешь поставить. Все. Она сбивает этот параметр. И думает, типа, что делать дальше. Я не знаю, в таких ситуациях как поступать. Есть такое ощущение, что, да. Большие пушки, которые, допустим, в хардкоре буду уже качать. Где я говорил, порезанный хат. Где хп меньше у всех. Можно будет, короче, с пустыми пукалками бегать. Разницы абсолютно никакой. Офигеть! Если б я сейчас мышку буквально выкинул, он бы меня убил с разворота. Потому что, да, надо слишком много всаживать для того, чтобы добиться результата. У нас там тиммейт, короче, зарешал. Опа! Взял также, кстати, перк. Один хороший, свой любимый, наверное. Который сокращает количество убийств для серии на одно очко. Или, если у вас, допустим, используется система с этими скорость-стриками. То есть, с количеством поинтов, которые вы делаете за серии. На 125, по-моему. Я такое практикую только в режимах с целями. Но это надо каждый раз менять. Поэтому мне просто было лень. Ладно, я за киллы оставил получение. Серии, кстати, набиваются хорошо. Мне даже кажется, что когда вот в полный релиз выйдет бета, вы это уже сможете проверить, когда ролик, да, выйдет. Как его называют? Может быть, даже стрики новые добавят. Может, джиггернаут от штурмолога, кстати, добавят. Потому что я помню... Вроде в МВ-2 они такое практиковали. Было дело. Или это было в МВ-19. Еще, кстати, появлялись вопросы в комментариях. Посмотрите на этот АТК ущербный просто. Ладно. Вопросы. По поводу бета. Сейчас, конечно, на них отвечать тупо. Потому что бета, наверное, уже будет заканчиваться, когда видос-то выйдет. Но не суть. Мне стали спрашивать, где эта бета вообще будет доступна, открытая. Слушайте, хороший вопрос. Но я думаю, и в стиме, и в батлнете. Но если мы про ПК-то говорим. Я не думаю, что она, допустим, только в батлнете доступна. Правильно? А то я, честно говоря, когда такие вопросы почитал, а мне реально стало страшно. Я потому что этой темы не осветил. Из-за того, что, да, в ранний доступ попал. Притом, стим-версия у меня этой штуки. Я аж в батлнете не помню. Вангуард только брал последний раз. Или даже мне ключ еще присылали. Эх, золотые были времена, когда присылали ключик на Call of Duty раз в год. Да. Правда, это продлилось всего пару лет, по-моему. Ну ладно. Будет что вспомнить. Кстати, мы уже с вами сотку взяли. Да, соточку уже взяли. Половина матча выиграна. Я стараюсь бегать по точкам. Все ресуются на С. Здесь самое главное спавн не нарушать. Посмотрел еще много именно таких потных челов. Вы не представляете, как они жалуются на эту колду. В плане именно геймплея. Есть, короче, один чувак. Он... У него никнейм Тим Мэмори, если кто знает такого на Твиче стриме. Короче, он набивает ядерки в МВ-2 чуть ли не каждую первую или вторую игру. Набивал, прошу прощения, прошедшему. И, короче, он не может набить ядерку в МВ-3 только из-за ТТК. То есть, вот настолько чувак не привык. Притом, пушки меняет. Перки меняет. Жилеты эти сраные меняет. И дело-то как раз не в этом. Дело в прямых руках. А они у него есть. Но вот палки в колеса вставляют именно геймплейные особенности этой колды. Ничего сказать не могу. Я максимум набивал 15 безубийств здесь. Но в целом... Не знаю. Я такой полуподпивасный игрок. Мне, в принципе, так сильно потеть уже незачем. В геймплее других ребят не смотрел. Просто он для меня, так скажем, игрок высшего ранга. Смотрю его давно. Может, я даже его упоминал в какой-то серии. Поэтому, да, если там кто-то жаловался или наоборот превозносил, можете написать в комментариях. Узнаю кого-то из вот этих вот игроков, так скажем. Здорово, я умер. Я сразу понимаю, что умер, да. Потому что первые две пули летят в трубу. И все, это ГГ. Так, там чувак был. Брат. Отдайся, поддайся. Не рекомендовал бы, наверное, с ППшкой все-таки тоже на хайразе катать. Но мне просто нравится эта пули. Как он называется? Конкурент 9, да? Конкурент 9 хорошая штука. Я с ней с радостью играл и буду играть на выходе. Как бы, кстати, не матерились, мы же все прекрасно понимаем, что эта колда продастся огромным тиражом. Не, не подумайте. Я сейчас просто фактую в плане вот МВ-2, да, когда выходила. Я, если честно, думал, эта колда не сильно продастся. В плане абсолютно всего, да. Там мультиплеер тягомотный был. Там компания, все прекрасно понимают, что все всех спасают и т.д. Кооперативный режим, который, естественно, сдулся через неделю примерно. Ситуация была другая. Сейчас, как бы, вот люди тоже бомбят. Но вот хочется посмотреть уже на продажи, которые достигнет эта часть. И, как я говорил, они, конечно, очень сильно, как бы, припоздали с беткой-то. Да вообще в плане, вон, того же трейлера мультиплеера бомбил. Нафига его показывали, если там уже через пару дней мы могли играть в мульт. Типа, что вы там собираетесь показывать без понятия. Короче, за счет старых карт, за счет пушек, которые мне нравятся, за счет хренового ТТК. Кстати, по поводу читеров. Я забыл вам еще рассказать такой прикол. Я вчера попался с читером. Почему я этот момент реально забыл вам упомянуть. Я попался с читером на карте Эстейт. Там, короче, чувак водил по стенам. И это был парень, который на геймпаде играл. Я слышал про вот эти приколы, то, что когда бета на Плейстейшене стартовала, там буквально через сутки уже читеры начали появляться. Это было очень смешно, но я не верил до последнего, пока сам на него не наткнулся. И дело было не в беспилотнике. Как раз таки. Там чел просто водил по стенам. Ай, почему я... Ну, как обычно, да? То есть секретные материалы. Почему Пектер не записал этот момент? Да, 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 да. Конечно же. Недоказуемо пока не увидим. Я прекрасно понимаю, прекрасно понимаю. Но, знаете, уже встречались. Поэтому в этом случае могу сказать только поверьте на слово. Это был единственный раз за часов... Ну, сколько? Часов шесть, наверное, геймплея. Вот, да, когда я встретил читера. Я не знаю, будет ли с ним что-то делать система блокировки, но, наверное, нет. И чувак, скорее всего, уже, да, приобрел эту часть. Ему там нормально сидится. Говорится, люди богатые. На читерят на фарме тысяча. Что-то у меня, если честно, этот бой гораздо хуже, чем был первый на Хайрайзе. Поэтому, наверное, надо уже потихоньку заканчивать победой, потому что мы начинаем сдавать позиции. Где-то... Офигеть. Как я должен был понять, что он сейчас запаркурит? Это было сильно. Так, здесь у нас еще будет... Тут, кстати, есть, прикиньте, целый перк, который заглушает игру. Ну, так, отчасти заглушает. И позволяет вам лучше слышать шаги. Прикольная реализация. И, в принципе, прикольный перк. Мне его очень сильно не хватало в предыдущих частях. А может, он и появлялся, но я не обращал на это внимания. Да что-то я такого не помню. Была, вроде, только мертвая тишина. Мертвая тишина и пользоваться... Да, надо. Сто процентов. Мой левел. Черт. Не умею я пока по боку ходить. Так и не научился. В целом, что я могу сказать, дамы и господа? Ваши кошельки не лезут. Решайте сами. Если все-таки... Не... Ваша часть Call of Duty, да, судя по геймплею. Тогда, как обычно, приглашаю 3 ноября на кампанию. Потом мы смотрим на зомби-режим, скорее всего. О, испытание выполнил. И, конечно, потом перетест мультиплеера. Только в этот раз уже в одной серии. В Warzone, естественно, глянем. Что там еще? ДМЗ, наверное, новая карта, да, будет? Тоже глянем в одном эпизоде. В общем, ближайшие там, наверное, недели две-три будет только одна колда выходить. Но мы выиграли, кстати. Это хорошо. Ну, такой сегодня матч на расслабоне получился. В общем-то, здесь мне добавить больше нечего. Я, наверное, высказал все. А, итоговая оценка. Ну, знаете, ребят, за счет старых карт наверное, 6 может с натяжечкой 7 из 10 в плане мультиплеера. То есть я хотя... Нет, наверное, даже 7. Ладно, я поиграю с радостью, но ценник это... Ладно, по поводу ценника я вообще молчу. Да, если бы он был меньше, я бы даже поставил больше, потому что ремейк старого мультиплеера это клево для меня. Итак, ну что? 19 левел. В принципе, на этом все. С бета МВ3 мы покончили. Спасибо, что посмотрели все эпизоды. Сейчас они высветятся в конечных заставках у вас на экране. С вами был Спектр. Играть в хорошие игры, играть с хорошими модами ждем 3 ноября. Хотя, если колда выйдет под ночь, то уже 4 я буду проходить кампанию, потому что ночью буду снимать ее для вас. Ну и услышимся, увидимся. Осталось подождать совсем чуть-чуть. Всем удачи, не болейте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok